здравствуйте дорогие пациенты я снова рад вас приветствовать на нашем канале о стоматологии меня зовут Гранцев Михаил Михайлович я врач стоматолог это видео про циркониевые коронки чем же эти коронки так хороши и нравятся стоматологу ну на самом деле коронка это такая конструкция которая покрывает зуб сверху как колпачок со всех сторон сверху из боков спереди сзади для того чтобы восстановить утраченные ткани зуба как правило в случае если утрачено больше 50 процентов это прямые показания к восстановлению зуба коронкой а также защитить его от внешних воздействий и перегрузок в случае если разрушена меньше чем 50 процентов поверхности зуба в этом случае могут применяться другие конструкции такие как вкладки или накладки циркониевые коронки это как правило коронки изготовлены из материала циркония и на сегодняшний день существует достаточно много разных вариантов материалов которые можем использовать для изготовления коронок но циркония это наиболее популярный и наиболее качественный материал и как правило конкурировать с таким материалом может только цельнопрессованная керамика IMAX коронки из цельнопрессованной керамики про коронки накладки вкладки изготовленные из цельнопрессованной керамики IMAX у нас есть отдельное видео если интересно можно посмотреть оставлю ссылочки в описании к этому видео если говорить про свойства циркониевых коронок чем они нравятся стоматологам первое это то что эти коронки очень прочные прочность приблизительно 1000 1200 мегапаскаль это самые прочные коронки которые в принципе на сегодняшний день есть из тех корона которые эстетичны и такие коронки могут выдерживать практически любую жевательную нагрузку это может быть конечно как плюсом так и минусом в зависимости от клинической ситуации но в особенных случаях когда у пациента бруксизм или повышенная жевательная нагрузка именно циркониевые коронки это палочки выручалочки в целом с такими коронками можно не задумываясь есть любую еду они выдерживают практически любые нагрузки это самые прочные коронки второй момент эти коронки очень точные при изготовлении таких коронок как правило практически отсутствуют зазоры между самой коронкой и тканями зуба особенно это касается уступов это самая важная точка это самое слабое звено в целом у любых коронок и когда коронка очень точная она фиксируется на композиционный материал и композит заполняя пространство между тканями зуба и коронкой делает делает этот зуб как бы монолитом и проведение зодом например любым другим инструментом по поверхности зубы переходящие в поверхность коронки зазоры практически вообще не ощущается он как будто новенький как монолитный третий момент и тоже важный плюс который отличает например циркониевую коронку от имякса это то что из циркониевых конструкций можем делать мостовидные протезы это настолько прочные конструкции они могут выдерживать высокую нагрузку и из-за этого их можно использовать даже в случае если отсутствует зубы и на соседних зубах можно сделать масто видный процесс например при использовании керамики и максов невозможно сделать из и максов масто видный протез и если даже можно-то очень Коротенький, маленький, просто объединяющий два зуба условно, но изымок самостоидной протезы не делают. Из циркония самостоидный протез это частая конструкция. Четвертый момент. Такие коронки, как правило, очень красивые. Из них можно делать конструкции как на боковых зубах, так и можно устанавливать передние зубы, можно делать улыбку, и если техник грамотный и может качественно выполнять свою работу, то цирконийные коронки могут конкурировать с коронками IMAX, они могут быть очень и очень красивыми. Пятый момент. Коронки из циркония, они, как правило, требуют минимальной обточки зуба. То есть мы можем снимать ткани зубов 0,5 мм, 0,7 мм, можно меньше, можно чуть больше, в зависимости от технической ситуации. Но если сравнивать с металлокерамическими коронками, в которых необходимо снимать 2 мм с каждой стороны, с каждой поверхности зуба, то получается, что при обработке под металлокерамическую коронку от зуба остается почти ничего. С циркониевыми коронками такого нет. При обработке под такую коронку зуб остается целым. Это в рамках концепции зубосохраняющей стоматологии, где мы стараемся по максимуму сохранить все возможные свои собственные ткани. Ну и шестой момент это то, что циркония это биологически совместимый и инертный материал. Он не вызывает аллергии. Помимо этого, например, металлокерамические коронки могут вызывать, за счет того, что они металлокерамические, гальванические токи полости рта. У циркония таких проблем нет, гальванических токов никаких нет, и проблем с жением после установки коронок также не существует. И в целом Десна очень любит цирконию. Она к нему прилегает до всяких проблем, воспалений, гипертрофии, первоточивостей. Ну, конечно же, если все правильно сделано. Если говорить про минусы циркониевых коронок. Минусы циркониевых коронок тоже есть. Первое, ну это самый такой часто известный, что циркониевая коронка, она дороже. Но это слегка окупается тем, что она высокая по качеству, и такая коронка может простоять 10-15 лет или всю жизнь. В отличие, например, от металлокерамической коронки, на которой можно сэкономить там 3-40%, но ее необходимо менять через 5-7 лет. В цирконе такой проблемы нет. Я думаю, что циркониевые коронки, если они правильно делаются, должны стоять бесконечно долго, всю жизнь, без всяких проблем. Ну и второй минус, то что циркониевые коронки сами по себе, вот этим композитом, которым они приклеиваются, они не приклеиваются химически. Но, однако, на мой взгляд, именно для коронок, для циркониевых, это необязательный момент, это неважный момент, потому что там настолько тоненькая пленочка композиционного материала, который хорошо склеивается химически зубом, ну и механически держит коронку на зубе. И при этом вот эта вот полость между коронкой и зубом очень хорошо загерметизирована, и, как правило, композиционный материал, он не вымывается. Поэтому проблем в целом с циркониевыми коронками нет. Другой момент, что если стоит задача делать из циркония виниры, то тут, когда изготавливается винир, уже крайне важным моментом является то, что мы должны виниры именно приклеить к эмали зубам, а циркония не приклеивается к эмали зубам. Поэтому из циркония виниры лучше не делать, и для того, чтобы изготавливать виниры, вкладки и накладки, как правило, чаще всего используется уже другая керамика, которая называется керамика IMAX, и она как раз имеет огромное преимущество от циркония, и поэтому использоваться в таких случаях, она может склеиваться с тканями зуба именно химически. Теперь такой момент. Как изготавливается коронка из циркония? Ну, пациент приходит в клинику, мы делаем анестезию для того, чтобы было совершенно все безболезненно и все очень комфортно. После этого мы обрабатываем зуб под коронку, это занимает 10-15 минут, и снимаем слепок. После этого слепок мы отправляем в лабораторию, где техник изготавливает по заказу снаряду ту коронку, которую мы у него просим. Циркония на самом деле, на сегодняшний день, имеет несколько разных марок и разных направлений. Это может быть, ну, первый момент, это может быть цельная циркония, то есть это может быть цельно фрезерованная конструкция. Она достаточно жесткая, она достаточно прочная, но ее не всегда можно применять клинически, потому что из-за того, что она жесткая, она может перегружать соседние зубы, зубы на соседние челюсти, может вызывать проблемы с суставом, если неправильно сделано, или за этой коронкой не следят. Поэтому такая коронка, возможно, делается реже. Второй вариант, это коронка из мультилейера. Это такой блок цирконевый, который имеет несколько разных слоев, в том числе и по прочности, и по твердости. И такие коронки, на сегодняшний день, более предпочтительны, потому что они внутри более прочные, а снаружи они более мягкие, что позволяет делать такие коронки более рациональными для протезирования. Также есть коронки, которые изготавливаются путем сначала изготовления колпачка из циркония, а после этого на этот колпачок из циркония наносится кисточкой керамика, и получается, что эта конструкция сначала делается машинным образом, то есть колпачок машинным образом фрезеруется, а после этого уже некая ручная работа для того, чтобы коронку эту сделать красивой, при этом она при нанесении керамики становится не такой жесткой и также функциональной. Вот что касается изготовления коронки. После того, когда мы коронку получаем в клинике, мы ее устанавливаем в полости рта на зуб при помощи композиционного материала. Ну и в заключение хочется сказать, что керамические, цельнокерамические циркониевые коронки – это отличный материал для того, чтобы восстанавливать зубы. Мы такие коронки очень часто используем, они нам очень нравятся. Я надеюсь, это видео было полезно с точки зрения понимания, что такое циркониевая коронка, хороша она или нет, какие у нее плюсы, какие у нее минусы. Если вам необходимо установить циркониевую коронку, то приходите. Мы все сделаем в самым лучшем, идеальном виде для того, чтобы эта коронка служила у вас всю жизнь. Если вам нравятся наши работы, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до встречи в наших новых полезных роликах.